В последнее время наметилась интересная тенденция. Артемовцы, уставшие от бездействия местных властей, обращаются в нашу редакцию с тем, чтобы их проблемы были открыто озвучены, а достоверность их наличия зафиксирована на объекте видеокамеры, которая честно снимает факт и не умеет скрывать за пафосными отчетами реальное положение дел. Очередной сигнал поступил от жильцов дома номер 18, что находится в Артемовском по улице Ленина. Вот что нам рассказали. Претензии, что нет фонарей. Освещение. Освещение. Да, нет освещения. Ходим как крыты, ничего не видим, уже сколько лет. Курьезность ситуации в том, что во двор этого дома выход имеет Артемовский жилкомстрой, поэтому не задать прямого вопроса его руководству было бы непозволительно. Ответ мы получили неожиданно конкретный. Вчера, да, вы к нам посвящили? Было поручение подготовить коммерческое предложение для разработки проекта по освещению. Вчера, я так понимаю, месяц ему дан на это дело, а потом в дальнейшем посмотрим о его соответствии, если он не справится с этим положением. Отдел кадров тоже предупрежден. Также жильцы этого дома жалуются на разбитую дорогу. Однако в данном случае ситуация складывается сложнее, и у жилкомстроя связаны руки. По дороге вопрос намного сложнее, потому что мы посмотрели в публичный. Мы хотели в этом году, насколько мне отдел благоустройства доложил, сделать проезд асфальтированный. Но возник вопрос. За жителями домов закреплено земельный участок. То есть, вот, земельный участок, за кем-то жильцами. То есть, если мы начинаем сюда деньги вкладывать, у нас сразу же счетная палата выставляет нам претензии за счет нецелевого использования бюджетных средств. То есть, нас накажут. То есть, заставят возвращать в бюджет наших сотрудников, в том числе и меня, в денежные средства. Из собственного кармана. Как же поступить жильцам сложившейся ситуации? Каким образом законно передать участок дороги в муниципальное ведение? Я думаю, надо вопрос как-то, я думаю, и жителям. Если жители откажутся от земельного участка, то есть, передадут его в муниципалитет, то мы возьмемся и будем зимой грядировать, снег убирать и следить за состоянием асфальта. Такое решение жители многоквартирников могут принять на общем собрании простым большинством голосов и уже потом с полным правом спрашивать с муниципальных коммунальщиков. Земельный участок закреплен за домом. И кроме их, собственников этого земельного участка, собственниками являются все жители этого дома, никто не в состоянии вот эту проблему решить, кроме них самих. Они земельный участок отказались от него, да, ну, не знаю, там, кадарственные, я не знаю, какие там делаются, через Росрегистр это как-то проводятся. И после этого они перейдут земельный участок в муниципалитет, и муниципалитет обязан за содержанием этого придомового участка с ними. А вот когда мы говорим о управляющих компаниях, ну, обслуживающих сейчас, да, ну, по идее у них по документам... Если это земельный участок у них есть, то они обязаны за этим, они должны на жителей это раскидывать, да, в том числе и ремонт асфальта, и уборка снега, это все за ними лежит. А данные эти они в жилком строе не обязаны подавать? Вот это вот я не скажу. Вообще-то в жилком строе не работает с управляющими компаниями, это работает ОГХ, администрация. Так что, может быть, они должны им направлять эту информацию. Между тем, возвращаясь к теме освещения, именно управляшка должна следить за тем, что хотя бы подъезды были освещены. И тут мы заметили некую странность. В соседних домах, которые также обслуживают порядок, на подъездах фонари есть, и только на 18-м доме отсутствуют. С чем это связано? Вопрос к пресловутой обслуживающей организации. И все же основные линии освещения – зона ответственности жилком строя. В окрестных дворах мы нашли единственный фонарь, который, впрочем, не работает. По линии освещения, еще раз говорю, Алексею Анатольевичу дано задание Кабаргину, чтобы он подготовил коммерческие предложения. С этими коммерческими предложениями мы выйдем и к депутатскому корпусу, и к администрации, что вот есть такой проект, жителям необходимо это. Пробуем запросим два выделения. Какой шеф там? Год, два, пять? На 20-й год. Почему пять? На 20-й год. Алексей Анатольевич у нас справится, да? В течение месяца ты соберете коммерческие? Не менее трех, Алексей Анатольевич. В курсе, да? Ну я вот вчера допустим написала заявление, мне какой-то ответ берет. Обязательно, мы же заявление написали. Алексей Анатольевич вам подготовит отвод. Письменный корм. Ну что же, будем надеяться, что муниципальные коммунальщики сдержат данное имя обещания, и местные жители, наконец, получат нормальное освещение своих дворов. Впрочем, наша редакция со своей стороны будет следить за развитием событий, находясь на прямой связи с жильцами. Однако нужно отметить, что в последнее время руководство и специалисты Артемовского жилкомстроя активно сотрудничают со СМИ, не боятся острых вопросов с их стороны. С учетом общего отношения наших чиновников к свободным журналистам, это уже пусть и небольшой, но позитивный сигнал. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова